Ну что, всем доброе утро. Мы с вами открываем пятое утреннее включение. Несмотря на то, что мир по-прежнему находится в очень странном, очень страшном месте, мы, тем не менее, продолжаем тут заниматься моральной поддержкой. При этом, да, по умолчанию мы с вами тут за мир во всем мире и также стараемся здесь не уходить в какие-то политические дебаты и также в какой-то такой вот в разборке в комментариях. Не потому что мы делаем вид, что этого нет, да, потому что мы знаем, что это есть, но здесь такое вот пространство, где мы стараемся также немножко про другие вещи говорить, как бы это цинично не было бы. Вот, я еще немножко почитала ваших комментариев, как к старым постам, так и к последнему, точнее, постам видео, да, к последнему. Большое спасибо всем за поддержку, спасибо тем, кто откомментировал, например, про то видео, про как ответ беременной девушки, и также я видела ответ от автора комментария про диссертацию. Спасибо, я рада, что вы не только задали вопрос, но и смогли, да, какой-то ответ для себя получить. Вот, продолжаем изучать этот вопрос. Сегодня посмотрю те вопросы, которые приходили под комментариями, но напомню, если вы хотите точно, чтобы ваш вопрос и ответ на него прозвучал, то лучше оставить это в форме, которая под каждым видео, вот, и тогда мы его рассмотрим. Единственное, что скажу, что в ту форму несколько прилетело вопросов, где попросили, да, прокомментировать как-то мою позицию, мои взгляды на ту или иную ситуацию, то есть если это вопрос исключительно, да, то есть не моральная поддержка, исключительно политических обсуждений, я, к сожалению, не смогу на него ответить, вот, в этих видео, так как я вам пообещала держаться от этих тем, да, и если в каких-то других вопросах я хотя бы могу как-то обходить, то, конечно же, отвечая на вопросы про мою позицию, я это обойти не смогу никак. Вот, поэтому надеюсь на ваше понимание, что эти вопросы не смогу рассмотреть. Если вы вдруг захотите переформулировать этот вопрос и, допустим, как-то спросить так, чтобы это касалось лично вас, а не, да, общих каких-то мировых политических вопросов, то я с удовольствием его, ну, если пришлёте другой вопрос, я с удовольствием его тогда озвучу. Ну, давайте пойдём по вопросам. Знаете, вопрос, который больше всего меня, как-то обратил на меня внимание, мне кажется, он даже не вчера, пару дней назад пришёл, про то, что очень страшно, да, в этой ситуации не скатываться в панику на тему того, что там будет железный занавес, а вдруг мировая война, а вдруг ядерная война и так далее. И здесь мне кажется, что отчасти, да, возможно, я уже отвечала в предыдущих видео, но хочу отдельно к автору этого вопроса обратиться. Вот, мне кажется, что старайтесь найти все какие-то силы не уходить совсем в такие вот страшные прогнозы, да, это, в случае психологии, это обычно называется катастрофическое мышление, мышление, точнее. Вот, то есть это некие такое свойства ума и либо некая такая привычка нашего разума, да, в первую очередь замечать какие-то такие вот страшные тенденции и раскручивать их до неопределённых размеров. Вот, мне кажется, очень это опасное свойство ума, да, или особая привычка от неё. Нельзя сказать, что, ой, не думайте так просто, да, то есть я вам не говорю, что, типа, ой, знаете, как иногда бывают люди такие, просто не думай об этом, просто проигноривай, это не работает, нельзя просто не думать о чём-то, что тебя тревожит. Но первый шаг, который можно уже делать, можно задавать себе вопрос и замечать это, и проговаривать то, что с вами происходит. Опять же, если вы хотите, да, какое-то такое психологическое упражнение сделать, то обычно очень сильно на первых этапах помогает хотя бы замечать. То есть вы, например, начинаете об этом думать, и вы пытаетесь как будто бы встать рядом с собой, посмотреть на себя и свой мыслительный процесс и сказать себе, интересно, я сейчас строю какие-то очень страшные сценарии, интересно, да, и просто за этим понаблюдать. Это первое, что нужно делать, просто замечать. Это замечать в моменте или замечать, допустим, когда проходит какое-то время. Второе, что обычно в таких ситуациях помогает, то есть если это не единичная ситуация, если вы, например, знаете про себя, что вы тот человек, который в разных других предыдущих жизненных ситуациях тоже, да, был склонен прогностицировать, не знаю, есть такое слово прогностицировать, наверное, нет, прогнозировать, да, самые какие-то страшные исходы, то на самом деле имеет смысл обратиться к психологии, либо к психологу, да, если есть такая возможность, либо посмотреть на YouTube какие-то видео, какие-то, может быть, там каналы психологов, которые на эту тему что-то говорят, да, можно там поискать, я не знаю, нам очень сложно сказать, да, на какие темы в первую очередь вы найдете больше материалов, на что-нибудь про, ну, вот это вот катастрофическое мышление, там, можно поискать, наверное, какие-то видео, да, о том, как не поддаваться панике, что делать с тревогой, со страхом, там, какие-то вещи типа страха, смерти, это, да, тоже, наверное, из-за этого, то есть поискать какой-то материал и попробовать какую-то самопомощь себе оказать, может быть, какие-то методики там, да, есть, то есть, например, какие-то упражнения, и не относитесь к этому не серьезно, то есть не думайте, что, ой, ну, какое-то дурацкое упражнение, оно мне никак не поможет. На самом деле, то, что вы склонны в эту панику впадать, это просто, как я уже сказала, свойство ума. Тогда с этим бывает сложнее чуть бороться, и дольше времени нужно на то, чтобы это свойство ума как-то перестроить. Ну, не перестроить, а попробовать найти другой способ смотреть на вещи. А второе – это просто привычка. То есть как-то вот так получилось, что у вас заложилась эта привычка, и ее можно как привычку как приобрести, так можно ее перестроить на какую-то другую привычку. Поэтому опыт работы с привычками говорит мне о том, что нельзя отказаться от какой-то привычки, но можно ее заместить на что-то еще. И вот в вашем случае вам нужно либо с помощью специально обычного человека, либо с помощью самотерапии изучать эту тему для себя и попробовать понять, как вообще вы можете с этой привычкой работать. Я понимаю, что сейчас это звучит максимально цинично, кажется, что нет, это не привычка, что ты такое говоришь, Стелла. Это просто не свойство ума, это просто вот я… Но это же реальный объективный страх. Это действительно для вас сейчас воспринимается вашим сознанием как объективный рациональный страх. Но единственный способ освободиться от этого страха – это пытаться искать инструменты, которые вам помогут этот страх как-то вот разворачивать, поворачивать той стороной, которая будет не очень страшной. Наверное, сейчас я как-то максимально странно сказала это, но это на самом деле очень важно. И я вообще всем сказать, да, кто сейчас это смотрит, если вы испытываете такие страхи, не, так сказать, не дискредитируйте их, то есть не говорите себе, ой, что это, какой-то я боюсь ерунду, да, или ой, я этого боюсь, и все, короче, и не знаю, что с этим делать. Если у вас есть в вашем окружении какое-то, что называется, поддерживающее окружение, если есть какой-то человек, который не критикующий, не обесценивающий вас, то есть вы можете с кем-то поговорить, не держите это в себе, попробуйте поговорить, да. Может быть, если вы понимаете, что вы не уверены, как ваш там близкий отреагирует, может быть, скажите ему, вот у меня есть вот такой-то вот страх, я хочу с тобой там над тем поговорить. Ну, здесь нужно единственное, что надо выбирать людей, то есть если вы выберете, допустим, человека, который скажет, типа, да, это все ерунда, знаете, как вот есть такой тип подходов, что типа, просто не парься, да, просто не думай об этом, ну, что ты в такой ерунде думаешь, то есть вот это как бы опасно, да, то есть здесь нельзя это обесценивать, но с этим надо что-то делать. Иногда помогает работать с этим, да. Главное как бы не находить, как сказать, группу людей, которые тоже находятся в этом таком, ну, состоянии поглощен вот этой тревогой и не уходить совсем, ну, как бы, то есть через них, да, не питаться еще больше этим, то есть здесь как бы важно выбрать человека, который может быть способен вас выслушать, но при этом, да, он как бы не испытывает таких же страхов. Ну, вообще, с точки зрения, ну, как бы, психологии, работы, все вот, знаете, мне кажется, то ли в подкасте, то ли на канале тоже упинал такую книгу, которая называется «Mindfulness», и там всякое там, все, что связано с темой mindfulness, да, то есть это осознанность, там были всякие техники связаны, там объяснено, почему работает медитация, то есть работает не в смысле с эзотерической точки зрения, а работает с точки зрения научной, практической, да, то есть когда людей подключают там их к аппаратам и смотрят, как меняются у них разные, да, там эти показатели тела, и видно, да, что действительно во время медитации у человека происходят какие-то в мозгу и в теле процессы, которые на вот физиологическом уровне показывают, что это ему помогает. Я, с одной стороны, в свое время, да, там и випассану проходила, и медитировать пробовала, у меня медитация не прожилась, как такая вот регулярная, да, история, то есть я не из тех людей, кто каждый день медитирует и не собираюсь, да, этого делать, но в разные периоды жизни, когда у меня была очень высокая степень тревожности, я делала разные медитации, то есть я делала эти медитации под руководством, да, голосовые, например, я не знаю, все еще он есть, точнее, все ли еще он обновляется, но он наверняка есть, есть классный подкаст, называется, по-моему, «Подыши», который делала Света Шейдина, я Свету знаю лично, она очень классная, и классные подкасты делает, то есть вы можете прямо найти этот подкаст, он абсолютно бесплатный, ставить их, да, и делать какие-то вот эти вот упражнения, вот, и, ну, и, в принципе, поискать какие-то, да, штуки, которые помогут вам как-то немножко, ну, вот, то есть нужно, да, там через замедление дыхания можно как бы замедлить тревожность, то есть поискать какие-то техники, которые работают на снижение тревожности и попробовать посмотреть, может быть, вам это поможет. Главное, как я сказала, не дискредитируйте этот страх, но и не отдавайтесь ему, да, то есть не отдавайтесь ему в полное управление, потому что если, ну, не начать в какой-то момент пробовать, да, как-то вот этот страх, не знаю, ну, как бы не останавливать, я не знаю, может, это не совсем корректное слово, но, короче, если ничего с ним не делать, да, лучше тоже не станет, то есть вы можете сейчас уже начать что-то пытаться с этим страхом делать, но и в любом случае желаю вам какой-то такой поддержки моральной, потому что это вполне валидный страх, он реальный, я говорила про него в прошлом, да, в выпуске, в четвертом, вот, и, ну, про это многие, да, тоже писали мне, и в личку тоже, я понимаю, что это, ну, как бы действительно то, что многих людей поглощает, поэтому пробуйте искать для себя какие-то способы оттуда выходить. И следующее, да, что хотела прокомментировать, мне кажется, это как раз был комментарий, который оставили в ответ на вот эту вот, ну, вот, на вот эту вот ветку про то, что человек ко всему привыкает, и действительно, как ни странно, но наша психика так устроена, что она, какие бы мы ужасы, да, не проходили, она адаптируется. Я вот сегодня начала читать книжку, про которую я много, вообще, уже лет слышала, но как-то мне, мне как-то не хотелось ее совсем читать, и тут прям тоже некоторые стали в моей подписке, ну, то есть на кого я подписана, стали про нее говорить, я думаю, ладно, это знак, надо ее прочитать. Книга Виктора Франкла, называется она, по-моему, «Скажи жизни да». Это история психолога, психотерапевта, психиатра, я его сейчас не помню, по-моему, он все-таки психотерапевт, который прошел концлагеря, и он как раз рассказывал, вот, вообще, в принципе, после этого, да, его вся психологическая практика как раз была построена на поиске смысла жизни, на том, чтобы, ну, как бы не сдаваться ни в какой ситуации и так далее, и вот книга мрачная, естественно, я не могу вам сейчас сказать, идите читайте эту книгу, она довольно-таки мрачная, потому что она, там нет каких-то прям таких жестких описаний, прям, знаете, в деталях каких-то жестей, но при этом там, естественно, рассказывается про его жизнь Ваушевица, и очень как бы он, ну, вот этой книгой хотел показать, что несмотря на все какие-то жести, все равно человек как-то с этим справляет, вот, вот, и ко всему адаптируется, и все, как бы, да, что, в общем-то, разделяет людей, это в какой момент они теряют волю, как бы, бороться с чем-то, да, то есть бороться с реальностью, бороться с чувствами, с эмоциями и так далее, вот. И, ну, в общем, если вам как-то интересно почитать, да, вот человека, который прошел достаточно страшно, и все равно, ну, как бы, при этом смог сохранить какой-то смысл вообще происходящего, то, может быть, вам эта книга как-то, ну, вас поддержит. У нее есть другие тоже книги, можно почитать про смысл жизни и так далее, то есть вы не хотите, да, совсем вот идти в ту тему. Причем вот эта книга «Скажи жизни да», она очень маленькая, то есть я вот сегодня чуть-чуть ее прочитала и смотрю, у меня уже там Kindle пишут, я уже 30% книги прочитала, хотя я всего-то, да, на часик, мне кажется, села читать. Вот, она очень маленькая, и, в принципе, ее вполне реально прочитать. Вот, может быть, имеет смысл, да, и как-то заодно отвлечься, то есть вроде такая мрачная тема, но, с другой стороны, смысл вообще этой книги очень такой прикольный. Еще про одну тему, про которую я хотела поговорить, она, знаете, как-то, мне кажется, шла такой тоже красной нитью время от времени в комментариях. Это тема того, что там, ну, условно говоря, прям по отношению ко мне, что типа, ну, вы там сидите в своей там за границей, что вам переживать, у вас все хорошо. И я сейчас не о себе буду говорить, и я много, да, вот с этим сталкивалась, что, особенно в последние несколько недель вот этого всего ада, да, ну, последние две недели, очень легко было скатиться в то, чтобы начать сравнивать свою ситуацию с чужой. Причем мы все, опять же, да, понимаем, как бы, что вот я в прошлом, в прошлом выпуске говорила, да, что есть, вот, по-моему, в позапрошлом, что есть, как бы, люди, которые в абсолютной жопе, да, это люди, у которых есть реальный риск, да, жизни, люди, которые потеряли дома, к которым приходилось стать беженцами. Ну, как бы, есть люди вроде как, да, со вторичными проблемами, это люди, которые живут в России, это люди, там, какие-то русские за границей, это какие-то еще другие люди. То есть, так или иначе, всех, да, это по-разному коснется. Вот, и у кого-то там планы разрушились, у кого-то финансовые уже начались потери, у кого-то они только предстоят. Ну, то есть все по-разному. И очень легко нашей психике, это как бы не делает из нас, наверное, каких-то плохих людей, но очень легко нашей психике оправдывать жалость к себе и при этом дискредитировать проблемы других людей, да, то есть думать, например, ну, вот тот-то человек там-то, ему легче, ну, этот человек, вот у него не то-то, а то-то, ему легче. И несмотря на то, что в обычной жизни, да, ну, как бы если абстрагируется, это текущая ситуация, в обычной жизни, в общем-то, неплохо замечать привилегии, да, неплохо замечать, что там, конечно, человек, у которого, например, там, не знаю, квартира в собственности, дача, машина, не знаю, хорошие, там, успешные, там, работа, бизнес, много денег на накопительных счетах, конечно же, по определению этому человеку легче справляться с какой-то ситуацией, чем человеку, который, например, там, не знаю, какая-нибудь одинокая мать, у нее там двое детей, и она, в общем, еле успевает с работы на работу и прокормить, и, в общем, ну, как бы, да, очень себя чувствует финансово и эмоционально не очень хорошо. Понятно, что, ну, как бы с точки зрения там элементарных, да, экономического, не знаю, экономической справедливости, да, естественно, как бы эти люди находятся в разных абсолютно ситуациях, и действительно можно сказать, что, ну, объективно, вот эта ситуация лучше, чем другая. Здесь я не про это говорю, я говорю про то, что применительно к нам самим, когда мы уходим в размышление, что я сейчас в плохой ситуации, а кто-то в другой, в хорош, и я ему буду об этом говорить, и я его буду обвинять, или я буду считать, что вот у всех других лучше, а у меня хуже, нам это не играет никакой пользы. Это на самом деле заставляет нас немножко как бы снять ответственность за свою ситуацию и, ну, как сказать, сложить, сложить, как бы, да, руки, то есть когда мы думаем о себе, о том, что так, я в жопской ситуации, мне надо сейчас действовать, да, это один подход, то есть мы начинаем мобилизовать какие-то ресурсы и делать то, что мы, да, уже какой выпуск говорим, лучшее из возможного. Это одна, один вариант. А когда мы говорим о том, что, ну, вот если бы я была бы на месте другого человека, ну, вот тому-то человеку лучше, вот ему-то, конечно, он там так-то и так-то, то, может быть, действительно тому человеку лучше, но если мы фокусируемся очень много на этом, мы в этот момент как бы снимаем себя ответственность за то, чтобы вот именно мобилизовываться и действовать, то есть это вот такое вот, мне кажется, такие мысли в голове, они нас немного, ну, как бы, так сказать, они еще хуже делают картину, которая, ну, происходит с нами, чем она, не то чтобы, то есть я не хочу задискредировать ничьи, да, проблемы, поймите меня правильно, просто хочу сказать, что когда мы начинаем очень фиксироваться на том, что у всех все лучше, чем у меня, то нам же самим, наша ситуация кажется еще более мрачной, и в какой-то момент она нам покажется настолько мрачной, нам просто не, ну, как бы, нам не захочется как-то мобилизовываться. Поэтому мне кажется, сейчас очень важно себя останавливать, то есть я не про то, что там кто-то мне пишет такие комментарии, как бы если вы, ну, чувствуете, ну, пишите их, окей. Если они не будут какими-то супероскорбительными, я даже не буду их, наверное, удалять, но просто подумайте в данном методе себе от того, что, ну, там, несколько было злобных комментариев, я их удалила, ну, там, знаете, комментарии в духе того, что ты там сидишь в своей Америке, да тебя на нас насрать, тебя на Россию насрать, сидишь там свои эти видосики пилишь. Мне, ну, как бы, достаточно неприятно такое слышать, потому что если мне было бы насрать, я бы не пилила никакие видосики. То есть ничто меня не заставляет сейчас эти видосики пилить, и если бы я не переживала бы за происходящее, я бы вообще могла максимально от этого абстрагироваться. И более того, я понимаю, что, наверное, сложно в это поверить, но я действительно в какой-то момент подумала, что единственное, что такое глобальное я сейчас могу сделать, да, я не могу там скачить на броневичок и стать оппозиционером. Я не могу еще, да, я не могу физически помогать там кому-то, потому что я далека от эпицентра. Я не могу изменить эту ситуацию никак. Но я могу, вот как блогер, да, и как человек, очень много увлекающийся психологией, прошедший, да, много терапии личной и так далее и тому подобное, я могу попробовать как-то людей поддерживать. Вот как могу, так это и делаю, да. Ну, кому-то это помогает, может быть, много людей, может быть, это очень мало людей, которым это помогает, но, судя по комментариям, такие люди есть. И это вот то мало, что я могу делать, и я это делаю. Если я в какой-то момент почувствую, что это никому не надо, да, ну, тогда я перестану делать. Ну, абсолютно, естественно, не потому, что у меня есть какая-то, ну, какой-то шкурный интерес. Мне даже сложно представить, какой, в общем, может быть шкурный интерес в том, чтобы каждый день пилить видео. Вы знаете, я тот человек, который иногда по две недели не может напилить видео, потому что такой, ой, что-то я, у меня сценарий недостаточно хорош, ой, я что-то записала, это не очень, нет, не надо это выкладывать. То есть, знаете, вот эти страдания перфекционизма, а тут как бы никаких страданий нет, потому что, ну, как бы надо пилить, надо выкладывать. Сейчас вот сколько? Семь вечера, да, сейчас я закончу, начну монтировать, начну выкладывать, чтобы утром это появилось. Нет никакого шкурного интереса каждый вечер, да, это все делать, потому что уж то, что, а слава или какая-то такое там, да, что я там, типа, ну, я не знаю, это все вообще не мои вещи. Вот. И, ну, какие-то, да, комментарии, возвращаясь к комментариям, да, как бы мне достаточно обидно, я, ну, такие скорее удаляю, потому что мне кажется, что если человек искренне верит, что я это делаю для шкурного интереса, ну, наверное, нет смысла нам как-то дальше продолжать, да, как-то быть вместе в рамках этого проекта. Но при этом я понимаю людей, да, то есть действительно как бы очень легко увидеть жизнь другого человека. И даже, знаете, вот, ну, кто-то мне даже там относительно близких людей в какой-то момент, когда мы обсуждали, мне человек говорит, ну, а тебе-то что как бы переживать в этой ситуации, да, тебе это вообще не коснулось. И я понимаю, что, что как бы человеку сложно как бы понять и встать как бы, да, на моё место и представить, что я чувствую, да, как я переживаю, что, как у меня болит сердечко, что, за что я там вообще тут страдаю, да, ну, потому что это логично. Каждый из нас может увидеть свою, как бы, боль, но нам очень сложно обычно увидеть боль другого человека. Вот, но опять же, это не обо мне, то есть не надо мне писать в комментариях, что Стелла, ты, мы всё понимаем, то есть, ну, как бы, не надо меня сейчас поддерживать, я как бы вполне, у меня, ну, в этом смысле достаточно поддержки, я просто вижу, что за этим комментарием, да, скрывается несколько желания, там, сказать мне какую-то неприятную вещь, как-то меня задеть, а больше, ну, как бы, какая-то боль человека, с которой он не может справиться. Но я хочу к вам воззвать скорее с тем, что если вы сами себя замечаете в том, что вам хочется как-то вот кого-то другого тыкнуть и сказать, что, типа, ой, да тебе-то что переживать, не делайте это. Во-первых, вы обижаете этого человека, вы можете ничего не знать о том, что у него реально происходит. Я вот в самые вот эти первые дни ада посмотрела видео блогерки, мне почему-то YouTube его кинул, при том, что я вообще не была на нее подписана, вообще не знала ее существование, по-моему, Ксения Вебер, если вам интересно, если вроде правильно, можете идти посмотреть. У нее там видео называется «Кажется самое страшное» или какое-то, какое-то, в общем, видео, ну, оно прям недавно вышло, неделю назад. И там она рассказывается о том, что когда началась эта история, она, я так понимаю, блогерка, которая делала косметический обзор или что-то, ну, вот это вот, да, вот все, что связано с бьюти, то есть она бьюти-блогер. И она говорит, что на нее куча всего посыпалась, люди стали писать, что, конечно, тебе кроме твоих баночек ничего в жизни-то и неинтересно, ты, наверное, тяжелее там этой, как сказать, кисточки для макияжа в руке не держала, то есть, ну, ты там сидишь, наверное, в своем там пятикамерном дворце и вообще тебе наплевать на людей. И она сделала видео, вот если вам про каких-то людей, блогеров кажется, что, да, они там сидят, да, жируют, жирухи, вот сходите посмотреть это видео. То есть я его смотрела, хотя я не знаю, кто это человек, да, ну, как бы оно было пронизано вообще невероятным, как бы, откровенностью это видео. Я не буду предсказать никаких деталей, но она, как бы, подача вообще ее видео была такая, что, ребята, вы ничего не знаете о жизни другого человека. То есть вам кажется, что вы знаете, вы можете даже смотреть, там, 6 лет какого-то блогера, и вам кажется, что вы все про него знаете, знаете, как у него жизнь настроена, и что у него происходит, но вы ничего не знаете. То есть мы все равно иногда даже о страданиях нашего близкого, да, у нас может быть какой-то близкий нам человек, который, ну, он не привык, да, говорить о своих там переживаниях. Нам может казаться, что он вообще там бодрячком, у него все классно, да, но это не всегда так. И, к сожалению, мы не способны иногда чувствовать страдания другого человека и способны, знаете, даже есть вот, я знаю, что есть такие исследования, которые говорят, что люди, ну, проверяли прям это психологи, исследователи, социологи, что человек склонен всегда переоценивать свои проблемы и страдания и всегда недооценивать страдания других людей. Даже на каких-то мелочах, то есть когда люди опаздывают, да, ну там делали опрос, например, вот элементарно, да, опоздание. И человек, который, ну, то есть там брали какие-то ситуации, где люди много раз опаздывают и людей спрашивают, так вы думаете, почему там опоздал ваш оппонент, а почему и также объясните, почему опоздали вы. Так вот, большинство ответов, почему опоздал я, были в духе, ну вот была безвыходная ситуация, там, не знаю, там ребенок, там, не знаю, разлил на себя, там, не знаю, суп нужно было срочно, там, с этим разбираться, не знаю, сломалась машина. То есть люди всегда свои поведения, да, оправдывают тем, что была объективная причина. Но на вопрос, а почему, например, опраздывает оппонент, большинство ответов было про то, что потому что он несерьезный, не может собраться, не может прийти вовремя. То есть даже в такой мелкой ситуации мы склонны себя оправдывать, а другого человека ругать, да, это такое когнитивное искажение. Поэтому это очень важно в себе отслеживать и не совершать этой ошибки. Потому что как минимум вы можете обидеть человека просто, то есть когда мне знакомый сказал, что, ну, а тебе-то что переживать, ты там, ну, тебе вообще как бы, то есть тебя-то это вообще не коснулось. Мне было очень обидно. Он говорил о том, что явно между нами нет какого-то контакта, где человек даже на секунду может подумать о том, какой деятельностью я занимаюсь и может ли это коснуться или нет. И более того, ему даже не пришло в голову спросить, спросить, да, слушай, я что-то думала, что, наверное, тебе это никак не коснется. Ну, скажи, а что, как тебя это коснулось? То есть человек даже не поинтересовал, он просто сделал вывод. И это очень важно, если вы хотите вообще с людьми сохранить отношения, да, не начинать вот как бы меряться, да, у кого беда хуже. Это такое мое следующее к вам послание. Еще один вопрос, тоже, мне кажется, вообще дико сложно. Пришел в комментариях, сейчас я вам зачитаю. Так, Стелла, привет. Я из Украины и застала начало войны во время зимовки в другой стране. Помогите мне разобраться со сложным клубком эмоций. У меня чувство вины и синдром выжившего, потому что я сейчас не в своей стране и не помогаю соотечественникам. Но в то же время у меня нет никакого эмоционального ресурса помогать, могу просто лежать в кровати целый день. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, это нормальное желание быть в безопасности. С третьей стороны, я встретила здесь свою любовь, и мне так тяжело дать себе право быть счастливой, пока мои друзья спят в подвалах. Как со всем этим разобраться? Ой, это, мне кажется, вообще прям ситуация, конечно, очень сложная, и у меня нет, естественно, какого-то такого прям, знаете, такого легкого, быстрого ответа. Но что у нас здесь есть? Давайте разберем. Первое, у нас есть вот это чувство вины за то, что вы не оказались там, где основная беда встретила ваших друзей и родственников. Второе – это чувство вины, что вы не можете им помочь физически. Третье – это чувство вины, что, с одной стороны, вы рады, что вы оказались в безопасности, но эта радость не может быть полной, потому что это все поглощается чувством вины. И третье – у вас есть сейчас повод, да, чтобы, в общем-то, наслаждаться жизнью и быть счастливой, потому что вы встретили человека, и у вас романтические отношения, мне кажется, вообще самое такое светлое, что может с нами быть. Но при этом вы, ну, как бы, не можете, опять же, чувство вины, да, не позволить себе вот это чувство проживать. Ну, опять же, повторю то, что я сказала, да, первым тоже к первому вопросу обратитесь к психологии, да. То есть я всегда всем говорю, что, ну, как бы, есть два варианта, да, либо психолог, если есть такая возможность, либо, ну, как бы, самотерапия. То есть я начала увлекаться психологией, наверное, в 14-м году, может быть, даже в 13-м, нет, в 13-м я начала увлекаться. Вначале я читала книги по популярной психологии, то есть которые не психологами написаны, а людьми, которые, да, прошли какой-то путь там самокопания, да, и написали что-то. Потом я переключилась уже на книги психологов, то есть профильные книги, которые пишут психологи для других психологов, но, в общем-то, тоже я пыталась в них разобраться. Очень много всего прочитала, смотрела всякие там лекции и прочее-прочее. Это, конечно, не быстрый вообще процесс, но определенная помощь мне самотерапия оказала. Не для всех это работает, иногда людям очень сложно, ну, то есть им, они видят, читают, да, это, но очень сложно продраться все равно сквозь это. Но в какой-то момент я все равно пошла в терапию, потому что я поняла, что какой-то пласт работы я проделала, а потом я начала ходить просто по кругу, то есть я, вплоть до того, что я как бы умом понимаю, да, что вот я чувствую такое-то чувство, мне его, по идее, чувствовать не надо, но как его не чувствовать, я не знаю. И я с этим пошла. То есть когда я почувствовала, что как бы сама я, ну, как бы дальше не двигаюсь никак. Поэтому я каждый раз говорю, да, здесь тоже либо там психолог, либо самопомощь. Хотя я понимаю, что, наверное, я уже как этот заезженный какой-то, кто там, заезженная пластинка, повторяю, и людям кажется уже стало советую что-нибудь другое, да, да, одно и то же советую. Но вот мне в моей жизни с какими-то такими штуками помогало вот именно это справляться. Вот. Это как бы один, да, совет. Если есть такая возможность, не пренебрегайте ей. Вот мне кажется, сейчас то время, если вы планировали, если у вас была финансовая возможность сходить к психологу, но вы все время это откладывали, сходите там, либо ищите по рекомендациям психолога, либо вы знаете, все есть как бы сервисы, да, и есть тут сервис, который я на канале, я тоже часто упоминала, это сервис, ясно. Я не рекламирую сейчас, мне никто не заплатил это видео, пожалуйста, не подумайте об этом. Но, в общем, все знаете все эти сервисы, да. Вот. То есть, если есть возможность, сходите. Потому что это очень сильное чувство вины, и которое замешано, с одной стороны, на чувстве безопасности, на чувстве там, ну, все, как бы это очень, тут, знаете, как бы очень сложно с этим разобраться. Вот. Из того, что нужно напоминать себе. От того, что вы бы тоже оказались в беде, конкретно бы, ну, то есть сам факт того, что вы там или не там, не делает вас виноватой, да, и вы не должны испытывать вину, что вы по стечению обстоятельств там оказались. Хотя это то чувство, которое испытывают многие. И я думаю, что и как российские ребята, которые сейчас не в России, никак не могут помочь в ситуации, точно так же люди, которые за пределами, да, например, у кого есть, там, родные тоже в Украине, то есть они точно так же чувствуют это чувство, что ты, ну, просто беспомощен и не можешь помочь. Не винить, то есть не раскручивайте свою вину про то, что вы не оказались там. На самом деле, мне кажется, что чем больше, естественно, людей смогут, да, там, тех же, там, украинцев, украинцев, кстати, как правильно, украинцев, по-моему, правильно, чем больше людей смогут, как бы, выйти из этой ситуации в каком-то таком, не знаю, как это сказать, чтобы это, ну, знаете, странно сейчас не прозвучало. Ну, короче, вы в любом случае в какой-то момент нужны будете вашей стране, и вы гораздо будете ей нужнее, когда вы, в общем-то, оказались, да, в состоянии безопасности, и с вами ничего не произошло. Попробуйте, может быть, этой мыслью как-то себя поддерживать. С точки зрения вины, да, за то, что не могу радоваться, тут как бы сложно, мне кажется, действительно, очень сложно радоваться, и мы тоже, ну, как бы, тут я уже даже говорила про себя, что я даже не могу, например, видео-то обычные выкладывать, потому что мне кажется, что это максимально нечестно. Какое чувство вы, то есть мое вот это чувство, оно маленькое, да, ваше чувство, оно огромное, то есть я, ну, даже не могу себе представить, в общем, масштаб, наверное, того чувства вины и стыда, который человек испытывает за то, что он, ну, как бы, вроде как должен радоваться жизни, а как бы права на радость нет. Это очень сложная история. Я бы тоже поискала, может, какие-то видео на тему, да, послушала бы психологов, что они вообще говорят, что нужно делать в этой ситуации, из разряда, как вот, даже не знаю, как, я даже думаю, как можно запрос, да, в Ютьюбе составить, чтобы поискать видео на эту тему. Ну, в любом случае, про чувство вины, однозначно посмотреть те материалы, которые есть на Ютьюбе, то есть прямо вот ищите, да, чувство вины и смотрите разные, там, может быть, чувство вины за свое счастье, за собственное счастье, боюсь быть счастливой. Ну, хочется, знаете, как проблема вот этих запросов, что можно как бы выпасть на Ютьюбе на очень стрёмных психологов, которые, ну, как бы, честно говоря, скорее шарлатан, чем психологи. Ну, кстати, раз уж мы это затронули, тему, как вообще понять, да, кто там шарлатан, кто наш шарлатан, Ютьюбе, это очень сложно сделать, но если вы слушаете какого-то психолога, который говорит очень категорично, то есть он прям такой, типа, о, это стопудово то-то-то, или который делает, например, диагноз по аватарке, он, например, да, там делает какие-то обзоры и говорит, вот я там того человека посмотрел, этот человек точно у него там, не знаю, шизофрения или полярный, то есть вот нормальный профессиональный психолог не будет, во-первых, делать никаких диагнозов по аватарке и не будет высказаться категорично, да, большинство психологов, они, в принципе, вот когда ты ходишь на терапию, они тебе вообще не говорят, как жить, что делать, они не говорят тебе, ой, но если ты дура там, это бы не делала, то было бы то-то. Нет, они скорее задают тебе наводящие вопросы, и ты сам приходишь к тому, что нужно сделать. Они скорее объясняют тебе твои чувства, дают тебе какую-то информацию, да, еще для размышлений по поводу того, почему ты так чувствуешь, почему у тебя появляется предчувствие вины, почему у тебя чувствуют, но они тебе не говорят, ой, ну просто там, и так же они тебе, да, не дают каких-то советов, там, что просто сделай так и так, и все будет ок, просто не пасть, вот они так не делают, то есть если вы чувствуете, что психолог так делает, или он очень как-то категорично, или тем более, если он кого-то обсирает, то есть есть определенные психологи тоже на ютюбе, да, которые сидят там обсирают душу, потому что на ютюбе есть такое, да, когда психологи, там обсирают каких-то, не знаю, просто обсуждают в очень негативном ключе там селебрити, звезд. Это довольно-таки странно. Есть психологи, которые могут обсуждать других психологов с точки зрения того, что вот мне кажется, что этот человек не очень профессиональный, это ООК, например, на канале Рины Драгуновой, на канале, как там, господи, доктор Сычев, они как раз разбирают таких стрёмных всяких людей из мира, там, не знаю, гурических гуру и психологов. То есть я не про это говорю, это нормально, они как раз, наоборот, помогают простому населению, да, таким людям, как мы и я, да, мы же не учились на психолога, мы не знаем, как определять, кто хороший, кто плохой психолог. Но они, соответственно, показывают, что, смотрите, вот этот психолог, он какой-то немножко странненький. Вот и почему. Я вот говорю не про это, я говорю именно про самого, когда сам психолог критикует людей вообще не из психологической сферы. Это очень странно, как минимум. Вот, поэтому, в общем-то, аккуратнее, конечно, но я, там, всех тех психологов, которых я смотрю, это обычно люди, которые, как бы, максимально нейтральные, которые спокойно рассказывают, да, не не делают, то есть как-то не стерят, там, не устраивают никакую драму у себя на канале, а просто по сути спокойным голосом, очень размеренной, не нервной манере, да, что-то рассказывают. Вот, то есть, ну, как-то ищите таких, конечно, поэтому тоже. Ну, и лучше, вот, мой совет тоже не смотреть одного какого-то конкретного психолога, а прямо искать, смотреть разных, находить тех, кто у вас заходит, но желательно смотреть ни одного, потому что, ну, во-первых, у всех разные школы, во-вторых, чтобы случайно, да, себя обезопасить, как бы, да, от, ну, от разных странных мнений. Да, как, знаете, говорят, что в чем вообще суть свободы слова и демократии, к вопросу, о, когда ты, у тебя есть возможность послушать разных людей, и поскольку разные люди говорят разные, у тебя есть возможность составить какое-то, ну, усредненное мнение. Страшно, да, когда ты сможешь, слушаешь одного, и, соответственно, ты как бы только его мнение можешь анализировать, да, а он, может быть, какие-то странные вещи говорят, поэтому лучше смотреть разные. Вот, возвращаясь к вопросу, хочется, знаете, дать какой-то простой совет автору этого вопроса, что из разряда, что все-таки старайтесь найти силы, да, на какое-то элементарное счастье, не знаю, может быть, не знаю, назначите себе какие-то часы, да, с утра я горюю о своей родине, а после обеда я закрываю там все соцсети и нахожу время на второго человека. У меня вот, ну, на протяжении 10 дней были очень такие турбулентные отношения с моим супругом. Мы с ним пару раз посрались, потому что он тоже очень политически активный человек, у него как бы есть, так же он иногда, у него есть интересные гипотезы насчет всего, вот, поэтому иногда я с ним не согласна, и он как бы не согласен со мной, и нам сложно бывает. И я понимаю, ну, вот в этой ситуации я поняла, что как бы вот из-за этой всей, как бы этих политики, да, можем просто так разосраться, что у нас не останется пространства для той любви и той поддержки и той заботы друг о друге и какое-то единение, да, потому что мы, в первую очередь, единомышленники, которая была раньше. И я стала очень аккуратно это оберегать, то есть вплоть до того, что мы с ним вообще договорились не обсуждать политику или в момент, когда кто-то начинает там заводиться, второй человек просто не отвечает ему, даже если ему очень хочется ответить. Говорит, окей, я тебя услышала, и все, да, не говорит дальше. Вот, и если это перенести на вашу ситуацию, вы должны помнить о том, что помимо, да, там, вашей, ваших обязательств перед Родиной и перед вашей страной, у вас также есть некие обязательства перед собой. И если вы сейчас разрушите те отношения, которые у вас есть, да, вот эти вот со вторым человеком, да, то, что любовь, те романтические отношения, которые у вас сейчас складываются, если вы их разрушите, стране это никак не поможет, но обязательства перед собой вы не сдержите, да, то есть вы себе испортишь, то есть вряд ли, да, в какой-то среднесрочной перспективе, вам будет легче, если вы будете одна, вам будет гораздо легче, если у вас все еще будет второй человек, и он вас будет поддерживать, но для того, чтобы этот человек остался и вас поддерживал, вам нужно сейчас находить силы, да, ну, то есть отдавать тоже что-то этому человеку, быть с ним понятно, что вы можете сейчас поговорить с ним, сказать, что вот я сейчас в такой вот эмоциональной как бы жопе, да, в таком эмоциональном дне, где у меня нет сил много отдавать тебе там любви и поддержки, вот пойми меня, да, пойми меня правильно, вот Мне сейчас нужна твоя поддержка Но, тем не менее, все равно говорите ему, что вы его любите И говорите ему, что У нас, как с мужем, разговор происходит Я говорю sorry, что я все время супер тревожная И супер нервная Ты понимаешь, что я нервная и тревожная Потому что я переживаю за то, что происходит К себе это не имеет никакого отношения И также я его благодарю за то, что он меня поддержит За то, что он первые, особенно 5 дней Я была вообще просто в очень странной прострации Он притаскивал меня в комнату еду И я сидела вот у компьютера Все эти новости что-то как-то пыталась еще поесть, какой-то чай делала, еще что-то. То есть спросите о поддержке и все равно не воспринимайте, если он, например, вам дает эту поддержку, как должное, не забывайте находить все силы благодарить человека за это, потому что ваше обязательство перед вами в будущем, перед своим будущим, перед самой собой спустя сколько-то лет, это то, чтобы вы не сейчас в порыве этого горя, которое вы испытываете, не поругались тем человеком, который вообще никакого к этому отношения не имеет. Это, мне кажется, очень и очень важно. Вот. И последний вопрос, который я сегодня разберу, такой достаточно сложный. Кстати, там некоторые мне еще прислали вопросы, совсем не относящиеся к теме, типа Стелла, расскажи про себя, свою личную жизнь. Я, наверное, сразу скажу, что пока в режиме вот этих утренних включений я пока прям совсем не готова какие-то отвлеченные темы говорить. И также сразу скажу, что я не планирую освещать как-то свою личную жизнь на Ютьюбе или каких-то еще блогах по той простой причине, что мой муж это человек, который не ведет никаких социальных сетей, не понимает вообще потребности людей выставлять себя на показ. Ему просто это неинтересно. И он абсолютно не как бы интернет персоналити. Вот. Поэтому я уважаю его, как бы, так скажем, желание оставаться вне вообще вот всей этой интернет-публичности. И поэтому, естественно, я не могу его как-то там привлекать сюда. То есть какие-то видео из разряда «Я и мой муж» здесь на этом канале не появятся, я думаю, никогда. Да. Ну, все может измениться. Но, по крайней мере, пока у меня этот муж, этого не случится. Вот. Поэтому не потому, что я там как-то скрываю. Ну и, в принципе, я, честно говоря, считаю, что одно дело, когда я вам откровенно рассказываю про себя и свои переживания, в этом есть какая-то ценность. А все-таки рассказывать про другого человека, мне кажется, это все-таки не совсем этично. Но давайте перейдем в этот очень непростой вопрос, который я заготовила. Вот. Вопрос такой. Ужасно ругаясь с родителями. К тому же мы живем в одной квартире. Они полностью поддерживают. Тра-та-та. Так, сейчас, чтобы весь вопрос не читать. Так, т-та-та-та-та. Не знаю, что делать. Молчать, кричать, расколотить ящик. У меня цветок телевизор. Очень много эмоций, да. Не буду читать вопрос, да, чтобы, ну, как бы сейчас никто не нервничал. Это очень сложно. Вы знаете, да, те, кто смотрит, посмотрел, да, все эти включения утренние, вы знаете, что у меня тоже какие-то достаточно турбулентные... С мужем по одной теме турбулентность, с семьей по другой. Я уже говорила, да, о том, что с самого начала я выбрала такую позицию, что, с одной стороны, ну, естественно, мои родные знают о том, что у нас с ними различается позиция. С другой стороны, я выбрала не спорить с ними вообще. И кто-то из них пытался со мной спорить, кто-то просто забил на меня, да, то есть, ну, разные, почему у всех были стратегии. И также, слава богу, в моей семье нашелся человек, который, ну, с которым у меня, наверное, самая такая тесная связь, из моих, да, вот, ну, как бы из моей широкой семьи, то есть из большого числа моих родственников, который сказал, что, как бы, да, твоя позиция мне не близка и непонятно, но я тебя люблю и ругаться, как бы, не хочу. И это меня очень сильно сильно поддержало, и, ну, как бы, в этом смысле мне очень сильно повезло. И я как-то прям, хотя в какой-то момент, я, честно говоря, думала, что мы вообще разостремся навсегда. Тут, конечно, усугубляется тем, что вы живете в одной квартире, про это сейчас дальше тоже скажу, но расскажу свою историю. Чем, как бы, да, моя история, точнее так, моя история в самом начале мне казалась, что, то есть, мы вот с родными просто вообще навсегда разосремся, то есть, я так поняла, что там те, кто мне не написал, они, возможно, тоже со мной не согласны, просто даже не готовы, да, со мной общаться, то есть, ну, как бы, сложно даже понять вообще, что реально происходит. Например, у меня был один из родственников, да, с которым, ну, как бы, я знала, что, скорее всего, мы, наверное, не поругаемся по этой теме, ну, собственно, вот, как бы, этот мне человек и написал, но я боялась писать первый, потому что я боялась, ну, как бы, что, то есть, я боялась заранее, да, как-то приблизить этот скандал, поэтому я ужасно отмалчивалась и была, ну, как бы, очень, не знаю, впечатлена тем, что человек сам мне написал, и очень мы как-то адекватно попереписывались, хотя это очень сложно, естественно, в этой ситуации, и сегодня я тоже переписывалась, и вчера с некоторыми из моих родных, и я вам хочу сказать, хотя у меня было ощущение, что всё, меня, там, как бы, отлучили, прокляли, я в опале, мне те люди, да, ну, не все, но некоторые, кто мне писал, да, там, гневные посты про то, что, как бы, у нас очень разные позиции, и я их позорю, они написали мне очень добрые сообщения о том, что, как бы, в конечном итоге, да, ну, как бы, семья – это то единственное, что имеет значение. Я не ожидала даже, что так будет, вот, сейчас у нас, как бы, с некоторым, так, ну, как бы, получается, я не могу сказать, что это наладилось отношение, но, по крайней мере, да, часть людей, они, соответственно, ну, написали, что всё-таки, как бы, мы всё-таки считаем, что, как бы, ну, родня не должна ругаться. И это было удивительно. Я, честно, даже уже, я уже не ждала ничего такого, я просто уже думала, ну, всё, короче, ты, как бы, окончательно и бесповоротно порвала все отношения. Вот, поэтому я всё-таки всё равно, наверное, ребята, как бы, буду склоняться к тому, что я говорила до этого. Нет смысла ругаться, нет смысла спорить, и вот моя позиция изначально, да, что я не спорила, то есть мне там, например, люди писали, а я, как бы, ну, не отвечала на эти письма, хотя это тоже, наверное, очень такая неприятная для, ну, совеседника позиция, когда ты пишешь, а те человек просто не отвечает, то есть это кажется просто максимально, наверное, чудовищным, но я понимала, что если я что-то отвечу, я не смогу сдержаться и не вступить вот в этот эмоционально заряженный диалог, поэтому я предполагала просто не отвечать, а кому-то просто писала, что я не хочу ругаться, поэтому давайте не будем об этом говорить. Вот, поэтому я вас ещё раз призываю, я призываю к двум вещам. Первое – не спорить. Понимаете, спор – это, мне кажется, что это немножко про эго. Каждый из нас, да, эго каждого из нас хочет оказаться в правоте, то есть нам нужно эту правоту доказывать, нам нужно доказать, то есть мы не просто хотим переубедить человека, мы хотим доказать свою правоту. И здесь надо понять, да, то есть какой цели я пытаюсь добиться и какие будут последствия, да, от того, что я буду спорить, окей, может быть, я буду до конца, просто испокон, не знаю, до конца не знаю чего доказывать свою правоту, но не испортит ли это отношение и зачем мне, да, это нужно. Второе – это желание переубедить другого человека. Что за этим стоит, да? За этим отчасти стоит наш страх, потому что мы хотим, чтобы мы все думали примерно одинаково. Нам гораздо проще с людьми, когда мы смотрим на вещи одинаково, и нам очень страшно от того, что есть какие-то другие люди, которые смотрят иначе. И этот наш страх, да, толкает нас на желание спорить, доказывать и так далее. Это вполне как бы валидный страх. Меня тоже окутывает ужас от того, что кто-то в моем окружении может не видеть эту ситуацию, как вижу я. И там я могу очень странные вещи про это думать, и как бы не только в моем окружении, это какие-то тоже из моих подписчиков, причем очень много было людей, которые писали, что мы тебя много лет смотрим, всегда тебя считали там умной, классной девчонкой, а сейчас как бы в тебе разочаровались. И это очень странное ощущение, когда ты понимаешь, что люди, ну как бы что-то ничего не можешь сделать, чтобы люди увидели ситуацию так же, как и ты. Но пытаться бороться, то есть пытаться насильно им как бы навязать какую-то идею, ну как бы иногда, наверное, работает, да, может быть мы действительно в каком-то спокойном диалоге можем кого-то переубедить. Но проблема в том, что не все люди спорят для того, чтобы увидеть какую-то другую точку зрения, и должен наступать в какой-то предел. И однозначно, если это прям уже такой очень заряженный, да, то есть когда люди выходят из эмоций, то есть вы уже помните, вот я вам говорила в прошлом подключении, да, что либо работает паническая часть, да, вот эта эмоциональная часть нашего мозга, либо рациональная. То есть если мы переходим на крик, начинаем там, не знаю, там хватать друг друга за грудки, там такая, ты меня не понимаешь, все как бы уже рациональная часть отключилась. То есть вы можете чего угодно человеку говорить, но рациональная часть не включится. Вот. Поэтому, ну я вот не знаю, лично я считаю, что как бы это бессмысленно, беспощадная трата энергии кому-то что-то доказывать. Можно донести один раз позицию, можно действовать по принципу, да, заезженной пластинки, когда ты спокойно, спокойным голосом, без эмоций, просто повторяешь одно и то же, да, там, окей, я понимаю, что у тебя другая позиция, но я считаю, что война неприемлема, ну все, да. Да, я понимаю, что ты вот там боишься того-то и того-то, но все равно, даже несмотря на это, я считаю, что война неприемлема. То есть просто спокойно повторять какую-то одну идею, но и то. Иногда нужно давать людям пространство. Иногда бывает, знаете, что человек с вами спорит, спорит, если вы от него не отстаете, у него уже, знаете, включается режим, что он уже не готов сдаться, да, он уже не готов перейти на вашу сторону, потому что вы очень сильно навязываете. Вообще, есть очень много людей, которые вообще не любят, когда им что-то навязывают. И у меня есть даже друзья такие, которые, знаете, вот с ними, как это, знаете, помните, была книжка «Вредные советы». Кто там, Денискин, что там такое было. И вот у меня есть такие друзья, и вот если им что-то и говоришь вот очень резко, то вот они стопудово не захотят это делать. То есть иногда кажется, что нужно прямо специально разворачивать этот совет, чтобы люди только согласились. Поэтому, понимаете, чем больше вы спорите, да, то есть спор – это некая такая атака человека, да, если это эмоциональный спор. Чем больше вы спорите, тем меньше человек хочет согласиться с вами. Уже просто по принципу, потому что он не хочет проигрывать в этом споре. Поэтому иногда нужно давать людям пространство, обдумать ваши слова. Но, конечно, не уходить в эмоции. Что там еще было? И два еще тоже момента. Первое, да, ну, как бы вопрос, почему, например, люди верят в пропаганде. Смотрите видео. Я уже его тоже рекламировала много раз. Ну, в смысле, рекламировала. Не в смысле за деньги. Никто мне тут ни за что не платит. Рекламировала как что-то, что мне самой было интересно. Поищите. Есть такой канал Андерсон Пипл, и там видео Шульман про то, как работает пропаганда. Там пропаганда. И там просто объясняется с точки зрения человеческой психологии, социологии, почему люди верят в те или иные вещи. Это не обязательно даже в этой текущей ситуации, а в любых других вещах, да, почему находятся люди, которые верят, например, что, не знаю, что глютон – это зло, да. Почему находятся люди, которые… Я имею в виду, глютон – зло для тех людей, которые не болеют, да, какой-нибудь алиакей. Почему есть люди, которые являются адептами какого-нибудь детического питания. Почему есть люди, которые искренне еще что-то считают, да. То есть они... Ну, присоединяются к какой-то идее, и вот там объясняется, как вообще какие-то идеи могут работать. И что-то еще я хотела сказать. А, вторая мысль тоже. Здесь не вопрос, да, там… Ну, вот как бы то, что рассказывает Шульман, да, с точки зрения социологии, психологии, есть просто определенная категория людей, которая более податлива к тому, чтобы не сомневаться в том, что им говорят. Ну, вот, и это, кстати, тоже вот интересный вопрос. Очень много было комментариев в мой адрес, что мне люди писали, что Стелла, ты вот такая, все время говоришь, что ты все изучаешь, а сама-то, сама-то ничего не изучила. И это тоже такой максимально несправедливый по отношению ко мне комментарий, потому что я как бы достаточно изучила этот вопрос. И самое главное, что я не боюсь оказаться неправой. То есть я отдаю себе отчет, что то, как я вижу ситуацию, я не могу на 100% быть уверенной, что вот все мои какие-то взгляды на эту ситуацию, они 100% корректны. Я уверена, что 80% того, как я вижу ситуацию, оно, скорее всего, все-таки, ну, как бы валидно, да, что не совсем как бы у меня там с головой не то. Но я отдаю себе отчет, что в каких-то отдельных элементах я могу ошибаться. Но я готова, как бы, да, как сказать, готова ошибаться. И я допускаю. Вообще во всех вопросах, во всех своих каких-то взглядах, начиная там от экологии, заканчивая там взглядов, не знаю, на питание, на здоровье, на какие-то любые вообще вопросы, я тот человек, который всегда сомневается, а точно ли я уверена. И это, наверное, то, что меня как бы держит, да, что у меня нет ощущения, что я вообще этот гурический гур, все знаю, да. Я как раз многие вопросы ставлю под сомнение, ищу информацию, в общем, я сказала, что я информационно-зависимый человек, что я очень много информации на самом деле через себя пропускаю перед тем, как какое-то решение принять. Вот. Поэтому тут надо понимать, что есть люди, которые, во-первых, не очень любят работать с разносторонней информацией, есть люди, которые не очень подвергают сомнению то, что им говорят, есть люди, которые очень легко попадают в ловушку, что они думают, что они уверены, что они знают, что происходит, и поэтому у них нет потребности искать, и так далее, и тому подобное. Ну, и, в принципе, есть определенный тип, да, посмотреть это видео, оно очень классное. И также обещала, да, тоже затронуть вопрос. Мы живем в одной квартире. Ой, это очень сложно, да. Тут как бы у меня есть два, наверное, послания к вам. Если вы подросток, да, и человек, который, например, ну, в силу возраста все еще зависит от родителей, то вам очень не повезло, я вам очень сочувствую, потому что это, наверное, самое такое сложное время, когда мы не можем финансово и, в общем, как-то никак, да, физически сепарироваться от родителей. Вот. Если вы уже взрослый, что-то, скажем, вам там больше 19 лет, и вы живете с родителями, понятно, что это могут быть разные соображения. Кто-то, может быть, ухаживает за родителями, кто-то, может быть, по финансовым соображениям, кто-то из какого-то удобства. Ну, то есть есть миллион причин, да. Я вас сейчас не осуждаю, но задумайтесь о том, не нужна ли вам какая-то физическая или эмоциональная сепарация от родителей, и тоже погуглите. Если, например, вы как бы не потому, что вы там финансово, да, вынуждены жить с родителями, а есть какая-то другая причина, то погуглите. На YouTube тоже очень много, у психологов, да, очень много видео на тему сепарации от родителей. Это очень важный какой-то такой эмоциональный, как бы такой эмоциональный, даже не знаю, ментальный какой-то такой процесс, который нам тоже нужно пройти. И, может быть, эта ситуация вам показала, что если вы, вам сложно, да, справляться с тем, что у ваших, вообще-то ваши родители, это отдельно взятые люди, и они имеют право на свое мнение. То есть так же, например, как ваш супруг, это отдельно взятый человек, и он тоже имеет право на мнение, отличное от вашего. Вам может это нравиться, не нравиться, вы можете справляться с этим, можете не справляться, да, в разных ситуациях будут разные, как бы, исходы. Но это отдельно взятый взрослый человек, он на это имеет право. И если это невыносимо для вас, что, ну, вот есть какое-то, какое-то расхождение взглядов, ну, возможно, не нужно жить вместе. Сейчас, наверное, это максимально цинично прозвучит, и кто-то мне сейчас скажет, что Стелла, какой-то вообще ужас проповедишь. Но я, честно говоря, я считаю, что, опять же, я говорю, да, если вы не подросток, вот, если вы подросток, то нужно просто набраться сил и дождаться того периода, когда вы сможете уже официально от родителей как бы съехать. Но мне кажется, достаточно важно для взрослого человека жить своей отдельной жизнью. Понятно, как я уже сказала, да, там финансовая ситуация, к сожалению, может диктовать свое. Но если есть такая возможность, нужно всеми силами искать способ съехать от родителей. И никто не мешает вам продолжить контакт, продолжить общение, помощь, поддержку и коммуникацию. Но иногда лучше с какими-то людьми не жить под одной крышей, потому что это очень сложно. Потому что вы люди разных поколений, и, точно так же, как и вы, они тоже, ну, как бы, у всех непримиримые взгляды. Вот, это очень сложное решение, оно сложно дается, но я знаю, что многие, ну, тоже с какого-то удобства живут. Например, я помню, когда я жила в Москве, меня очень поразил тот факт, я сама не москвичка, я из Питера, но меня очень поразил тот факт, что вот я приехала из Питера, да, работаю в Москве, снимаю квартиру с подружкой, ну, потому что, как бы, одно как бы дорого было снимать. При этом, я, например, там у меня были какие-то отношения, да, при этом у меня куча бойфрендов, ну, в смысле, не куча, ну, как бы, куча опыта с разными московскими бойфрендами, которые, там, им 35 лет, 30 лет, жить одному, там, не знаю, как-то, ну, какая-то свобода, так далее, ну, как бы, я это финансово не могу позволить. При этом, это люди, которые работают на таких же вакансиях, как я, получают такие же деньги, как я. Ну, то есть, понятно, что, да, они экономят вот эти какие-то деньги, да, то есть, я вот снимала с подругой квартиру, но я не могла даже представить, то есть, это же такая, ну, как бы, такое вообще классное ощущение свободы и того, что ты, ну, ты самостоятельный, ты живешь свою жизнь, ты делаешь то, что хочешь, что тебе не надо там отчитывать, сколько ты придешь домой, ты, наконец-то, лучше соготовить и стирать свою еду, и нет никакой там мамы, которая там, да, на тебя взрослого мальчика, 30-летнего настирует тебе твои там штанишки. Для меня это было странно всегда, и я этого вообще не помогала. Я вообще человек, который любит очень свободу и независимость, мне прям совсем это было непонятно, но я к чему эту историю рассказываю, к тому, что вот этим парням им часто казалось, что финансово они никак не могут потянуть жить отдельно. Ну, потому что, как бы, а тут у меня своя комната, а там мне придется с кем-то снимать, а это непонятная квартира, а тут у меня ремонтик, ну, дальше на ремонтик нет, но на самом деле это в голове, потому что те люди, да, с которыми я, например, встречалась, это были ребята, например, которые зарабатывали примерно столько же, как и я, и я никак не могла понять, как я и другие ребята, приезжие, да, которые приезжают в Москву, они как-то вот справляются финансово снимать квартиру. Ребята-москвичи, да, выбирают жить с родителями там до 35 лет. Опять же, нет ничего плохого в том, чтобы там быть с родителями в какой-то период времени, или, допустим, у вас там конкретные цели по накоплению, да, то есть вот вы специально переехали жить с родителями, например, на этот год, чтобы там накопить деньги, не знаю, там раздать кредит, куда-то уехать, не знаю, пойти на обучение платное, там, не знаю, вложить деньги куда-то, ну, то есть у вас был план. Это как, к этому вообще вопрос. Я говорю про тех людей, которые к 35 годам так и не нашли в себе силы, мотивации съехать от родителей и пожить самостоятельной жизнью. Мне кажется, что людям очень важно жить самостоятельной жизнью, и мой опыт тоже, ну, у меня всегда было большое какое-то окружение, небольшое количество друзей, когда я выжила в Питере, в Москве, все-таки очень заметно, насколько самостоятельные, независимые и какие-то такие вот люди, да, у которых, ну, получалось возможность пожить отдельно от родителей. Вот, поэтому, возможно, это такое, знаете, как вот есть такая фраза, wake up call, да, такой звоночек о том, что, возможно, ну, не сейчас, конечно, сейчас, наверное, я не знаю, какая у вас там финансовая ситуация, но, возможно, в какой-то среднесрочной перспективе имеет смысл об этом задуматься, да, чтобы сохранить отношения с родителями, да, потому что вот эти, как бы, да, споры, это очень сложно. Но если вы сейчас не можете физически съехать, поймите одну простую вещь, что эти споры съедают вашу энергию. Вам ваша энергия еще понадобится, я думаю, что в ближайшие, там, сколько-то там месяцев, да, непонятно, что нас ждет вообще, и, возможно, вам еще понадобятся силы, моральные энергии и все остальное, вот, и нет смысла их сейчас тратить на споры, если вы видите, что уже эти споры не работают. Просто дайте право своим родителям иметь то мнение, которое у них есть и отвечайте им на, ну, как бы, на их, там, какие-то споры, да, отвечайте любовью. Не можете отвечать любовью, отмалчиваетесь. Подявится сила, отвечайте любовью. Это очень сложно, и я вообще не мастер, как бы, вот, тоже каких-то, знаешь, знаете, дипломатических отношений, но это то, чему я вот в этом году, я поняла, что надо учиться этому. Сдерживать себя, сдерживать свое эго и не спорить. И какая-то еще у меня тоже была мысль на эту тему. Какая-то была мысль, но мысль ушла. Ну, все, наверное, тогда это все. Вот, напоминаю, что если вы хотите прислать вопрос, чтобы я его разобрала, да, вопрос, именно такой, где я могу какую-то моральную поддержку поговорить, да, на эту тему, не политическую, оставлять вопрос по ссылке, потому что эти вопросы, да, мне как бы попадают, я их не пропущу. Вот, и также, кстати, спасибо всем тем, кто присоединился к поддержке этого канала. Это было прям неожиданно, я даже ничего такого не анонсировала, а некоторые из вас уже это сделали. Это очень приятно, потому что на самом деле это помогает мне, да, как-то, мне кажется, продолжает делать то, что я делаю, потому что благодаря этой поддержке эти видео моральной поддержки утренней, поддержки, поддержка, в общем, благодаря этой поддержке, да, утренней вот эти включения, они выходят. То есть можете себя прям, не знаю, похлопать по плечу в этом смысле, что вы по сути таким образом также помогаете тем другим ребятам, которые могут прислать вопрос сюда, и я на него отвечу, и возможно, кого-то это как-то поддержит, и вы, по сути, поучаствовали тоже в этой поддержке. Поэтому вам тоже огромное спасибо. Я очень и очень признательна. Ну что, мы с вами услышимся завтра. Надеюсь, что с утра мы все будем тут, и я буду вам что-то говорить, а вы мне будете задавать вопросы. Ну все, пока-пока.